Ваши графен, то есть влияние, например, воздуха по времени, долго ли это у вас работает? Значит, первые данные приведены те, которые получены при комнатной температуре. Графен специально не защищен, но он наносится сначала, сначала графен наносится на подложку, а затем контакты, а затем электрические слои, которые отделяют его от затвора. На самом деле, напрямую графен в этих устройствах с воздухом не взаимодействует. Значит, наш опыт, работая с устройствами другого типа, тоже на графене, показывает, что со временем деградации мы не видим. Но, к сожалению, эти устройства очень чувствительны к электростатическим воздействиям и в силу некоторой неаккуратности некоторых членов нашей группы, эти устройства умирают. Но если с ними обращаться корректно, то они живут довольно долго, годами. И, в принципе, их свойства, может быть, меняются первые полчаса, после того, как вы несли из последнего треноматизма. Какой чувствительностью будет обладать такой детектор? Значит, мы приводим здесь вольт-ваттную чувствительность. Мощность излучения варьировалась от 10 до 200 микроватт. Вольт-ваттная чувствительность у этого конкретного устройства не впечатляет. Это меньше 1 вольта на ватт. Мы знаем, что можем больше. Но для детектора это не главная характеристика. Главная характеристика – это минимальная эквивалентная мощность шума, которую мы сейчас целенаправленно не исследуем. Это немножко другой по установке эксперимент. Мы сейчас интересуемся именно вольт-ваттной чувствительностью, поскольку она дает информацию о физических процессах, которые там есть. Какие минимальные времена вы можете измерять? Значит, мы знаем по опыту теми устройствами, которые я показывал на этих слайдах. Вот картинка того, что мы делали. На данный момент, поскольку мы используем оксидированные кремнии, и кремнии используются в качестве бэкгейта, время отклика ограничивается произведением сопротивления устройства, которое порядка килоома, на довольно большую емкость между антенной и этим затвором. Если мы идем на верхний затвор, тогда нам будет проще поместить уже времена отклика, которые связаны с физикой, происходящей внутри канала. Сейчас это порядка микросекунтов. Если говорить про трубки и про их нагрев, о какой разнице температур идет речь? Насколько она нагревается локально? Значит, мы думаем, что при комнатной температуре градиент составляет порядка 1-2 градуса. Если мы стартуем с комнатной температуры, для того, чтобы оценить нагрев, мы должны сравнить характеристики при комнатной температуре без излучения и с излучением, и с характеристиками без излучения, но при повышенной температуре. Но мы не хотим их перегревать. Когда мы охлаждаемся до геля, излучение повышает электронную температуру градусов до 100 минимум.